Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ориентиры становятся еще более понятными, более ясными, рассчитывая на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации. Теперь проект единого плана должен быть рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Сейчас идет финальная доработка. Так, ряд предложений представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Они касались разных сфер и, конечно, культуры. Дмитрий Азаров по поручению президента возглавляет профильную рабочую группу Госсовета. Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 триллионов рублей. Прежде всего необходимо учитывать особенности социально-экономического развития в разных регионах, в том числе и в уровне и качестве жизни людей. Опираться на крупные города, которые способны на ускоренный экономический рост и при этом обеспечить высокие стандарты жизни в малых городах и на селе. В каждом из них нужно найти свои точки роста, возможности для повышения конкурентоспособности экономики. Что касается развития. Национальные проекты, а они по поручению президента продлены до 2030 года, существенно влияют на качество жизни. И это на самом деле касается как крупных городов, так и сел. Например, в Похвестинском районе сейчас завершается реконструкция участка трассы Самара-Бугруслан. Изначально стояла задача закончить в 2022-м. Но все готово будет уже через пару недель. За счет чего регион многие задачи решает опережающими темпами. И почему это важно не только для жителей этих территорий, но и для федерального центра. Расскажем в нашем материале. Ровная дорога, благоустроенные тротуары. Здесь практически все готово. Подрядчик сдаст объект в Похвестинском районе через пару недель. Но уже сейчас можно судить о том, что получилось. Очень ждали, очень удобно. Прямо по современным, по всем меркам настолько прекрасно. Вот мы сейчас буквально посчитали. Вдоль дороги у нас расположено 11 сел Похвестинского района. Представляете, сколько жителей осчастливила эта дорога. Это тысячи жителей и еще больше тех, кто едет транзитом. Дорога расширилась. На всех поворотах, съездах во все населенные пункты сделаны переходные скоростные полосы. Заменено барьерное ограждение, знаки дорожные, куветы водоотводные. Протяженность, приведенной в порядок трассы, более 30 километров. Работы шли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он инициирован претендентом России Владимиром Путиным. За реконструкцией внимательно следили жители. Благодаря дополнительному федеральному финансированию трассу удалось завершить раньше. Изначально сдача была запланирована на 22-й год. Самарская область – один из лидеров в стране по качеству проведения работ. Всего в этом году в регионе отремонтировали более 304 километров. Вот это очень важно. Добились мы, обосновали средства. На год раньше участок привели в порядок. На год сопережения. Когда качественно и в срок делаем, а с сопережением сроков, тогда и поддержку получим. Вот у нас с вами еще есть планы и на будущий год давайте вместе порядок доводить. Ну мы теперь верим, что это будет на самом деле. Теперь верить легче, когда уже пощупать все можно. Когда мы видим, что национальный проект работает, мы это увидим. Спасибо вам. Спасибо вам, что не безразлично, что контроль осуществляете. Перемены заметны каждому. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс – тоже результат нацпроекта. Тренер на его попечении 40 детей, Адам Фальгиев, родом из Похвестнево. Правда, в последнее время жил в Самаре. Я проживал в Самаре и занимался там, и тоже проводил тренерский состав. Переехал, решил переехать в свой любимый город. Почему? Тянет. Город тянет свой. Создание комфортных условий в городах, районах, поселках – основа стратегии лидерства региона. Она была разработана по инициативе губернатора. Что и где отремонтировать, построить определяли жители. Так и появился этот комплекс. То есть, вот эти мальчишки – это новая группа. Появился ФОК, у них появилась возможность заниматься? Да, появилась возможность, да. Понятно. Как у вас здесь занятия проходят? Интересно? Да, очень интересно. С тренером не скучно? Нет. Это как раз главная цель нацпроекта – не построить ФОК, а вовлечь как можно больше людей в занятия спортом. Уже скоро возможностей в Похвестневе станет еще больше. Откроется ледовый дворец. Раньше хоккеистам приходилось ездить в Отрадный и Бугруслан. Сейчас вот помимо детского спорта запрос какой? Мы сейчас разговариваем с Федерацией фигурного катания, ищем специалиста. Пригласить сюда и предоставим, если вам надо будет, жилье для того, чтобы и этот вид развивать. Конечно, будет хоккей, фигурное катание, массовое катание. Ну и массовое катание, как абонементы. Запросы-то есть на это? Да, конечно. Трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Комплекс построен по типовому проекту. Такие уже есть в регионе. Сдача объекта запланирована на декабрь. И еще вернусь к теме дорог. Сейчас в Самарской области впервые в истории идет работа сразу над тремя мостами. Понятно, что самый масштабный – это Волжский. Он станет частью международного пути Европа-Западный Китай. Его уже признали лучшим проектом в сфере государственного частного партнерства. Второй – это Самарский в створе улицы Фрунзе. Сейчас идет реализация уже второго этапа. На реконструкции же Сокского моста начались, можно сказать, основные работы – формирование пролетного строения. Наготонную стальную конструкцию готовят к надвижке на опоры. Ускорить темпы строительства удалось благодаря поддержке федеральных властей и выделению дополнительно полумиллиарда рублей из государственного бюджета. Леонид Кошман побывал на стройплощадке и подготовил репортаж. Общая масса этого пролетного строения моста – 800 тонн. Оно собрано из отдельных фрагментов металлоконструкции. Его надвижка на опоры по планам строителей с помощью сверхмощных домкратов начнется уже в этом году. Это один из главных этапов реконструкции Сокского моста – важнейшего транспортного канала, связывающего крупнейшие города Самарско-Торятинской агломерации. Ежедневный поток здесь составляет десятки тысяч автомобилей. Двухполосное движение, которое действует до сих пор, серьезно ограничивает растущий трафик. Реконструкция решит эту проблему. По окончании работ дорога будет расширена до четырех полос. Автомобилисты, часто проезжающие по этому пути, уже замечают перемены. «Развязка такая энергичная. Поток здесь постоянно. Город и из города выходные и после. И вот даже сейчас уже при расширении уже как бы легче. А когда будет еще мост, в любом случае будет хорошо». «Думаю, будет и пробка меньше, и все-таки развязка, дорога шире, развязка лучше. Конечно, все это к лучшему». Напомним, реконструкция объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверить ее ход приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Изначально завершение строительно-монтажных работ планировалось на октябрь 2022 года. Однако темпы возведения моста в текущем году удалось увеличить. Благодаря успешной работе областных властей по дорожному строительству из госбюджета только на этот объект выделено дополнительно 500 миллионов рублей. «Нам надо стремиться, и сегодня все возможности есть, чтобы мост в эксплуатацию в самом начале 2022 года будет. Получится раньше, еще лучше. Но 2022 год, это значит, и все возможности, еще раз подчеркну, есть, что мы должны его в первом квартале сделать, не позднее». Сейчас уже закончено сооружение четырех из пяти опор нового моста. Дальнейшая реконструкция не потребует блокировки проезда автомобилей. «Работы там возможно производить без остановки движения?» «Без остановки, да, в данном случае оно и так и происходит». «Есть виды работ, которые будут предполагать остановку движения?» «Виды работ предполагать остановку не будут. Виды работ на том объекте, на существуемом мосту будут только после того, когда по этому мосту откроется движение». Также, по словам подрядчиков, все работы, которые можно проводить исключительно в теплое время года, завершены. Это значит, что зимой реконструкция не будет заморожена. Специалисты продолжат реализацию проекта. Президент России поручил выделить регионам дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Это заявление в среду глава государства сделал в ходе совещания с Кабинетом министров. «Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим. Я прошу не затягиваться этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно». О доступности лекарств еще в понедельник речь шла и в Самарской области. Дмитрия Азарову поступали обращения от жителей региона о недоступности. В аптеках ряда наименований препаратов. Например, противовирусных и противотромбозных, а также антибиотиков. Это стало предметом разбирательств с руководителями сетей на очередном оперативном штабе. «Есть у вас лимиты?» «Да, конечно». «Да, конечно». «Вы их в период пандемии увеличили, эти лимиты?» «Конечно. У нас сегодня, по сегодняшний день, лимит в аптечной сети на 30 дней минимум». «На 30 дней? Это нормативный?» «Да». «Де-факто какой он у вас сейчас?» «На складе выдерживает 90 дней, а сейчас отложение на 45». «То есть в ваших аптеках можно приехать, вот сейчас купить и гидроксилохолорохин, и азитромицин. Все это можно приехать и купить?» «Да». Губернатор отметил, в случае срыва поставок или несоздания запаса препаратов, спрос руководителей будет самый жесткий. Понятно, что раньше такого ажиотажа не было, например, не только насчет антибиотиков, но и даже витаминов. Сейчас люди гораздо больше внимания стали уделять укреплению иммунитета. И это также фармацевтам необходимо учитывать. Абсолютно все препараты, подчеркнула глава региона, должны быть в доступе. На неделе сотрудники регионального центра по контролю качества выходили в ежедневные рейды и проверяли наличие лекарств. Такую задачу поставил Дмитрий Азаров. «Здравствуйте. Меня интересуют препараты гидроксихлороинтин». Сейчас аптечные сети увеличили запасы препаратов. Лимиты выросли до трех месяцев. «День, но с учетом, что у нас работает четыре кассы полноценные, порядка 500-600 покупателей у нас проходят во смену. Товар у нас доставляется в соответствии с спросом. Это все рассчитывается и планируется. Поставки у нас два раза в неделю, то есть перебоев у нас нет». Сейчас лекарства, которые прописывают при ковиде, стараются купить даже здоровые люди на всякий случай. В итоге случается так, что тем, кому они действительно нужны, их не хватает. Между тем, антибиотики, как и ряд других лекарств, отпускаются только по назначению врача. Бесконтрольный прием таких препаратов может нанести вред здоровью. «По городу ситуация спокойная. То есть в аптеках в основном все препараты и противовирусные антибиотики имеются. Если, допустим, на данный момент, когда больной пришел в аптеку, этого препарата не обнаружено, то провизор принимает заявку на данный препарат и в какое-то определенное время этот препарат доставляется в аптеку, оповещает больного, он приходит и забирает». В целом проверки показали, что в случае отсутствия лекарств имели место. Но это в основном касалось небольших фарм-магазинов. «Я в интернете смотрю и в эту аптеку заходил. Как правило, всегда бывает. Это элементарно. Это все очень просто. Набираешь лекарства нужные и потом аптеку». Ажиотаж сейчас и на КТ. При этом пройти исследования по ОМС можно и в ряде частных клиник. Об этом глава региона договорился с представителями сетей. Это было необходимо, чтобы разгрузить государственные учреждения. Например, с апреля в больнице Середавина сделано более 23 тысяч снимков компьютерной томографии органов грудной клетки. Сейчас в клинику поступил еще один новый аппарат. Проверять на нем будут пациентов инфекционного госпиталя. «Мультиспиральный компьютерный томограф, который может в полном объеме максимально использовать, значит, использоваться для лечения больных с ковид-инфекцией. Более того, у нее есть программная опция, подсчитывающая автоматически объем поражения легочной ткани в процентах. Которая является критерием определения тяжести заболевания». Пятый этаж учреждения скоро полностью запустят под КТ исследования больных коронавирусом, что снизит нагрузку на те отделения, где обследуются вновь прибывшие. ХОВ второго этажа переоборудован в приемное отделение. В итоге время ожидания приема врачом значительно сократилось. «Там развернуты, значит, дополнительные места, как сидящие, так и лежащие, для пациентов и для сопровождающих лиц, для уже, скажем, ожидания, как ожидательное, и сортировочное, соответственно, и там же может оказываться медицинская помощь на этой площадке». В области продолжается наращивание коечного фонда. К работе дополнительно привлечено почти две тысячи врачей и молодых специалистов. В пятницу вечером в своем инстаграм-аккаунте губернатор обратился к жителям Самарской области. Он поблагодарил всех медиков за то, что они сейчас делают. Это на самом деле героический труд. В сфере здравоохранения внимание особое. Оно и понятно. Такого количества построенных учреждений медицины еще не было. ФАПов 28, плюс два офиса врачей общей практики. Открыт целый ряд больниц. Буквально в конце прошлого года новая поликлиника в Оржском районе. Которая принимает уже сегодня больных с коронавирусной инфекцией, перестраивается под ковид-госпиталь. В этом году мы ввели две новых поликлиники в Тольятти. В этом году мы введем поликлинику в городе Сызрань, которая также позволит нам, разгрузив часть помещений, разместить там койки для коронавирусных больниц. Мы новый туберкулезный корпус открываем в Самаре. Мы разбираемся с долгостроем, в том числе в Сызранском районе. И рассчитываем, что и это здание будет использовано под ковид-госпиталь, если потребует того периода. Прогнозировать, как будет развиваться ситуация, сейчас, наверное, не может никто. Строятся кислородные станции, больницы оснащаются современным и нужным оборудованием. В Самарской области ежедневно проводят по 8-10 тысяч тестов на ковид. Это позволяет выявить вирус на начальной стадии. Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в регионе в два раза ниже, чем по России. На этой неделе приняты и новые решения оперативным штабом. Так, те, кто старше 65 и у кого есть хронические заболевания, работодатели обязаны отправить на удаленку. Несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры и фудкорты без взрослых. Пока до 8 ноября. Детям и подросткам специально продлили каникулы, чтобы в условиях понижающихся температур уберечь от риска подхватить сезонную простуду или коронавирус. Однако часть ребят подвергают риску свое здоровье, отправляясь проводить время в крупные магазины и развлекательные центры. Принятые ограничения одобрены и родительской общественностью. Но без вашей помощи ограничительные меры не сработают. Без вашей помощи угроза локдауна будет сохраняться и в нашем регионе. И за этой помощью я к вам обращаюсь. Берегите себя. Соблюдайте те простые правила, нормы, которые сегодня предписывают нам санитарные врачи, эпидемиологи, специалисты. Это простые правила, которые позволят защитить ваше здоровье, здоровье ваших близких, здоровье всех жителей нашего региона. Помогите в этой работе врачам. Берегите себя и будьте здоровы. Специалисты напоминают, при первых признаках простуды необходимо оставаться дома и позвонить в поликлинику по месту жительства, чтобы вызвать участкового врача. В случае, если у вас не получилось дозвониться, обратитесь на горячую линию. Работает центр для координации помощи пациентам с ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Обратиться туда можно с 8 утра до 8 вечера по телефону на ваших экранах. Опыт Самарской области по реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» будут рекомендовать другим регионам России. Так, одними из лучших на федеральном уровне признаны проекты ремонта школы и дома культуры в поселке Светлодорск Сергиевского района. Напомню, программа рассчитана до 2025 года. Помимо реконструкции социально значимых учреждений, она включает в себя строительство систем вода и газоснабжения, возведение жилья, благоустройство общественных пространств, содействие в занятости и ряд других направлений. Все меры призваны повысить комфорт жизни на селе, привлечь туда молодых специалистов. В этом году на реализацию программы направлено почти 2 миллиарда рублей. В финансировании участвует государство, область, районы, привлекаются и внебюджетные средства. Совещание по исполнению программы в режиме ВКС провел председатель областного правительства Виктор Кудряшов. С начала года по всем направлениям достигнуты заметные результаты. Так, целевой показатель по благоустройству выполнен на 83%, а это второй результат по России. Активно идет строительство жилья. К 2025 году благодаря программе новоселье справят почти 2000 молодых семей. Виктор Кудряшов отметил, для достижения наилучшей эффективности следует обустраивать территории комплексно, ориентируясь на запросы населения. Первый вице-губернатор также дал поручение активнее вовлекать в работу аграрные предприятия, заинтересованные в развитии родных поселков. Кроме того, масштабы преобразований можно увеличить за счет грамотного подхода к участию в различных госпрограммах. У нас, конечно, рекордное количество сельских поселений получило поддержку в части благоустройства территории. 250 поселений, ну такого не было реально никогда. Нам надо стыковать эти программы ФКГС, формирование комфортной городской среды, где тоже села участвуют, сельские районы, и вот комплексный развитие сельских территорий. Вот, они должны как бы друг друга дополнять. Неоспоримое преимущество правительства Самарской области – активное участие в большом количестве государственных программ. Сейчас федеральный центр дает много возможностей. Это касается как масштабных преображений территорий, так и решения даже локальных задач. На этой неделе речь шла про дальнейшую судьбу предприятия Похвестницкого района. Очаг африканской чумы свиней выявлен в Северном ключе. Заражены 17 тысяч голов. Остальные свиньи в карантинной зоне. Но уже сейчас понятно, что будут колоссальные убытки. Как спасти свиноводческий комплекс и не оставить без работы сотни его сотрудников, многие из которых трудятся там поколениями? Губернатор встретился с коллективом предприятия. Какие решения приняты, расскажем в нашем материале. В пост ветеринарного контроля введен карантин. Каждую машину дезинфицируют и осматривают. Такие меры необходимы, чтобы африканская чума не распространялась дальше. Вакцин и лекарств от этого вируса до сих пор не существует. Переносчиком может быть даже человек, не зная этого. Очаг выявлен в селе Савруха на одном из старейших и крупнейших предприятий Северный ключ. На нем всегда соблюдали меры безопасности. Чужих на территорию не пускали. Даже у телекомпании нет ни одного кадра из этих свинарников. Ирина Семенова работает как раз в том отделении, где выявлен очаг. Стаж 25 лет. Женщина признается, что будет дальше, даже не знает. Мы находимся в неведении, где мы, что мы будем делать завтра. Будем ли мы работать, предоставят нам работу или нет. Как мы будем дальше жить. У всех дети, внуки, кредиты, ипотеки. Губернатор встречается с коллективом предприятия. Говорит, что от настроя работников многое зависит. В свое время Дмитрий Азаров уже взял на себя ответственность за завод, который был банкротом. Ситуация тоже была сложная, но при поддержке работников его удалось спасти. Сейчас также есть взаимопонимание между директором и сотрудниками. Уже очевидно, что будет и помощь властей. Насколько мы с Сергеем Ивановичем и по телефону говорили, и сегодня успели обменяться мнениями. Делается все для того, чтобы спасти и защитить то, что возможно. Проводятся и дополнительные мероприятия, и обоснования. Но совершенно очевидно, что, конечно, потери для хозяйства «Северный ключ» очень велики. Я, Сергей Иванович, сказал сразу, что на помощь и поддержку вы можете рассчитывать. И хочу сегодня сказать это вам. Вас Денщиков подводил хоть раз за все это время? Нет. И в этот раз не подведет. А мы ему поможем. Пока масштабы беды точно непонятны. На начало месяца на трех свинофермах было почти 39 тысяч голов. У части скота порядка 17 тысяч заболевания уже выявлено. Остальные свиньи сейчас под наблюдением специалистов. Возможно, удастся отстоять. Но проблема в том, что нужны кормовые отделения. То есть, куда через два месяца переводить поросят. На встрече с коллективом рассматривают все варианты. Если мы сохраним хотя бы наше отделение, нашу ферму, потом легче будет восстанавливать все. А если есть... Сергей Иванович, рассматривали варианты? Ну, сейчас есть такие варианты, тентовые, откормочники. Разговор продолжается на расширенном совещании с представителями всех надзорных органов и членов правительства. Люди без работы не останутся. Пока точно известно, что приостанавливает работу только одно отделение. Это 160 человек. Терять профессиональный коллектив руководители не хотят. Дмитрий Азаров поручил Министерству труда решить вопрос насчет временного трудоустройства. Также губернатор поручил Кабмину рассмотреть вопрос о частичной компенсации затрат на утилизацию зараженного поголовья. Параллельно прорабатывается более отдаленная перспектива, как предприятию восстановить позиции и продолжить работу. Мы думаем о развитии молочного животноводства. Планируем, по крайней мере, на базе отделения номер 5. Это как бы на сегодняшний день пока по приобретению и развитию как бы молочного животноводства 500 голов нителей и реконструкции строительства с учетом помещений, которые будут позволять под молочный скот. На переоборудование потребуется около 500 миллионов рублей. Сейчас это сумма для хозяйства, которое понесло такие убытки, неподъемная. В правительстве рассмотрят вопрос по возмещению части затрат и на приобретение племенного молотника, и на модернизацию самого комплекса под коровники. А еще у предприятия есть кредиты. Оказать содействие в пролонгации кредитов, то есть принять участие в переговорах, посмотрите, какие там дополнительные, может быть, мы гарантии банку представим, другие аргументы, убеждения. Но в том числе наши меры поддержки – это, в общем, аргумент в разговоре, в том числе и с банком. Хозяйство будет жить. Будет жить, будет работать, будем развиваться. Вот. Я просто хотел сказать, что мы не собираемся тонуть. Спасибо. Не имеем мы с вами права, да, такое хозяйство легендарное. Допустить, чтобы прекратилось свое существование. Не при нас, Сергей Иванович, точно нет. Положительный эффект есть. На совещании президента России с членами правительства речь шла про научно-образовательные центры. Владимир Путин в 2018 году поставил задачу сформировать 15 ноц мирового уровня. Сейчас уже можно подвести первые итоги. Как было отмечено, благодаря этой работе уже усилилась связь университетов и предприятий. Без плотного взаимодействия невозможно обеспечить технологическое развитие. У нас в рамках национального проекта «Наука» предусмотрено создание научно-образовательных центров. Рассчитываем, что это будут научно-образовательные центры мирового уровня. Уж пять таких центров образовано в пяти территориях, в пяти субъектах Российской Федерации. Валерий Николаевич, как идет эта работа? Татьяна Алексеевна в свое время говорила, что на первом этапе это будет пять, но всего предусмотрено 15. Как идет эта работа? Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, в рамках реализации национального проекта «Наука» в 2019 году были определены пять пилотных научно-образовательных центров в Белгородской, Нижегородской, Кемеровской областях, Пермском крае и один межрегиональный центр в Тюменской области совместно с Ханты-Мансийскими и Малоненинскими автономными округами. В настоящее время идет конкурсный отбор еще пяти научно-образовательных центров. В начале декабря будут подведены итоги и определены победители. В Самарской области за эту работу взялись всерьез. Центр был создан еще весной прошлого года, и сейчас он точно конкурентоспособен. Проектами заинтересованы предприятия разных отраслей, подписаны и контракты на разработки. На этой неделе губернатор провел совещание Наблюдательного совета научно-образовательного центра. Все подробности прямо сейчас. Соглашение за соглашением. Губернаторы в режиме ВКС подписывают документы. Хотя, по сути, это больше формальный момент. Сотрудничество восьми регионов в рамках научно-образовательного центра Самарской области уже идет в течение года. К Союзу уже присоединилась и Беларусь. Договоренность была достигнута на форме регионов двух стран. Сотрудничество с российскими регионами имеет огромное значение для экономики наших стран. Перед мировой наукой сейчас практически нет преград. Она может выполнять неимоверные по сложности исследования. Объединить усилия означает достичь большего эффекта. Конкурс на определение пяти НОЦ мирового уровня уже стартовал. У меня есть возможность сравнивать степень готовности наших конкурентов. Однозначно могу сказать, что мы обладаем целым рядом преимуществ. Это оптимальная фокусировка по темам и отсутствие размытости. Это не просто межрегиональность, но и активное вовлечение зарубежных партнеров. Ну и, конечно, то, что НОЦ уже функционирует. И это было очень мудрое и правильное решение, Дмитрий Игоревич, когда вами был поставлен вопрос, неважно, сможем ли мы обрести статус или нет, он нам нужен, мы видим в это перспективы развития нашей территории. Проекты, разработанные в рамках НОЦ в Самарской области, пока держатся в секрете до момента презентации на конкурсе. Определены и индустриальные партнеры. Это Роскосмос, Ростех, РЖД. На заседании наблюдательный совет одобрил представленную программу деятельности центра. У нас в стратегии прописано 50% граждан. Сейчас у нас 32% граждан. И к 2025 году мы должны выйти на этот уровень. Поэтому мы, как никто, конечно, заинтересованы в новых технологиях. Направления НОЦ разные. Двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос. Широко представлены будут и разработки в отрасли здравоохранения. Самарский государственный медицинский университет является, я надеюсь, одним из якорных вузов, которые образуют в данном случае центр. И те направления, которые в рамках персонифицированной медицины рассматриваются, те блоки направления, без сомнения, важны для практического применения в системе здравоохранения. Отмечают участники встречи и то, что такой масштабный центр, важный для страны в целом, создается на базе регионов. Ведь, как правило, инновации развивают в столице. Уникальный создается НОЦ. Проведена колоссальная работа. Ключевые компетенции НОЦ. Тесные связи с серьезными индустриальными партнерами, научно-образовательными организациями. И, главное, межрегиональный статус этого НОЦ во многом определяет и предопределяет широту охвата научных областей и направлений. Заявку на федеральный конкурс научно-образовательный центр Самарской области должен отправить до 9 ноября. На заседании Дмитрий Азаров отметил, что результат, конечно, важен, но не менее важен. И уже достигнутый эффект. Уже сегодня эффект чувствуют. И наши индустриальные партнеры, и университеты. Вот это же важнейшая вещь, коллеги. А значит, мы уже на правильном пути совершенно точно и уже имеем эффекты от этого сотрудничества. Спасибо за такое заинтересованное сотрудничество, за понимание и для создания условий. Конечно, я надеюсь, что у нас и обмен будет визитами и лекциями профессорско-преподавательского состава наших университетов. Сегодня современные технологии позволяют проведение дистанционно этих лекций. А это значит еще больше возможностей, и не только для самого центра. Плюсы от такого сотрудничества получат все студенты вузов, а значит, и в целом все регионы. В Самаре продолжается реконструкция здания фабрики-кухни, где откроется первый в стране региональный филиал Третьяковской галереи. Общая площадь 8 тысяч квадратных метров. Это не только выставочное пространство, но и образовательное, и развлекательное. Осенью следующего года реставрацию здания уже планируют завершить. История разрушения и последующего спасения объекта культурного наследия в нашем сюжете. Объект культурного наследия – памятник эпохи конструктивизма, шедевр архитектуры. Здание в виде серпа и молота станет центром искусства. Почти две тысячи квадратных метров в выставочной площади. Помимо этого, здесь планируют разместить медиатеку, образовательный центр, лектории, детские студии, резиденции художников, кинозал, хранилища, офисы, ресторан. Общая территория будущего филиала Третьяковки – 8 тысяч квадратных метров. Эстетическую ценность будут представлять не только картины и экспонаты, которые будут выставлены в филиале Третьяковской галереи в Самаре, но и само здание уникальное. Некоторые части удалось сохранить в первозданном виде. Как, например, перила с лепниной. На время реконструкции их закрыли, чтобы не повредить. Здание было построено в 1932 году. Изначально здесь располагался комбинат общественного питания для завода имени Масленникова. После банкротства предприятие здание сменило несколько собственников. В нем размещались кулинария, спортивные учреждения, ночной клуб, офисы и торговый центр. Позже на месте фабрики кухни собрались построить высотное здание делового центра. В 2012-м Дмитрий Азаров, будучи главой Самары, вместе с общественностью начал борьбу за спасение объекта. В августе прошлого года приказом Министерства культуры Российской Федерации в Самаре был создан филиал государственной Третьяковской галереи. Ему в оперативное управление как раз и было передано здание фабрики кухни и прилегающая территория. Есть такая идея, что вот этот вот парк, который сейчас в таком немножко заросшем состоянии, он становится таким постиндустриальным пространством, куда мы переносим часть артефактов, оставшихся от завода Зима. На данный момент до фундамента подвели наружные сети теплоснабжения, выполнили укладку ливневой канализации. Сейчас усиливают каркас здания. Идут работы по восстановлению и укреплению оконных и дверных проемов, реставрации кирпичной кладки фасадов и интерьеров. Началось изготовление постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному периоду. Ежедневно на объекте работают более ста человек. Ход реставрации обсудил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова. Я действительно уезжаю сегодня вечером из Самары с уверенностью, что это масштабнейший проект в масштабах всей страны. Создание филиала крупнейшего центрального музея, крупнейшего музея национального искусства в регионе, в климате максимального благоприятствования и максимальной поддержки. И в здании, которое является шедевром архитектуры. Здание фабрики кухни будет соответствовать всем требованиям Третьяковской галереи. Уже осенью следующего года реконструкцию планируют завершить. Я хочу вас поблагодарить за такое вот сподвижничество. Проект этот, который, я уверен, будет успешным, но без базы он просто не состоялся. Проект совместный, проект ваш, вы разработчик всех идей, концепций. Вносят свой вклад наши коллеги и самарские специалисты. Мне это, конечно, тоже очень важно. Гендиректор Третьяковки рассказала, что в рамках ее рабочего визита в 63-й регион состоялись встречи и с бизнесменами. По словам Зельфира Треголовы и музеи, многие мероприятия проводят на средства меценатов. Такая практика, возможно, будет продолжена и в Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что этот вопрос будет проработан. Пока точки на дыр оставлены только в этих темах. Дальше больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин